У меня вопрос такой, то есть три года назад у меня тоже разрушилась семья, вот за эти три года я пришел к развитию, уже все что можно по мне проработал, простил, отпустил, все сделал, но вот со стороны моей бывшей супруги, то есть как вот ваш любимый анекдот, что мне не надо, чтобы ты поднял, не надо, чтобы ты задолбался, вот у меня такая же, то есть я не знаю, что еще можно сделать, а с той стороны все по даче, по даче, по даче, и вот я бы хотел спросить, что в этом случае мне стоит, а что она хочет? Ну на данный момент она особо ничего не хочет, просто тем, чем можно, то есть руководить, везде, где можно там сказать, какой я плохой, там где можно детей постараться, врачи настроить, где можно мне дать, или телефоны не давать, чтобы они там с многими позвонить, то есть ну такие вот всякие, то есть нет каких-то там глобальных нападений, вот так, по каждому, ну по каждой мелочи, везде подача, подача. Ну а как вы расстались, она ушла к другому? Ну нет, она просто ушла, и потом через полгода шла к другому. А почему она ушла? Ну она вообще нашла мне просто переписку, то есть там переписка, с которой даже, там ни слова вообще не было, ни про интим, ни про что вообще, просто переписка с девушкой и все, ну как бы она. Не врейте. Ну на самом деле так, не знаю. Я вижу ситуацию, я вижу ситуацию. Измена не обязательно там, секс, просто переписка, это уже измена. Причина ее ухода какая? Вот это переписка или еще что-то такое? Какая причина? Ну у нас вообще как вот, мы 13 лет вместе жили, как вы вчера говорили, то есть мы с первого дня постоянно ссорились, ссорились, ну у нас всегда были эти сорок, мы с первого дня, мне кажется, наши отношения к этому ушли, и уже в конце настолько было тяжело, то есть мы просто, я перед Новгородом говорю, господи, ну разведи нас, потому что это просто реально уже как бы. Ну хорошо, ну вот вы ее обидели, она ушла, потому что вы ее предали, она мстит вам, что вы хотите от нее? А мне ничего просто понять, чтобы не в этой ситуации делать. Терпеть, по-доброму относиться. А что вы сделаете? Что, будете ее злить, она еще больше отзиреет? Нет, вообще лучше не связываться в таких ситуациях. Да, я понимаю, я не хочу связываться, как бы, ну я просто, чем мне в этой ситуации еще можно сделать. Она уже на спаси, человек? Да, да. Живет с ним? Да, да, да. Не успокаивается пока, злится, да? Да. Защиту себе нашла. Женщина, когда защиту находит, она уже становится сильной. И тогда уже она будет мстить. Ну по вашей судьбе, вот жестокая судьба заканчивается через 8 месяцев где-то. Главное, года 4-5 месяцев получается, да? Нет, вот самая тяжелая ситуация для вас длится 2,5 года. Она, мне кажется, 1,5 года вас не трогала, а потом, когда нашла, человек постепенно окремалась и начала долбать вас. Ну да, можно сказать, да. Ну 2,5 года длится еще, чуть-чуть, еще 8 месяцев и она успокоится. Просто забывать про вас начнем потихоньку. А вот по поводу новых отношений, когда вот эти 8 месяцев, то есть сейчас лучше никаких новых отношений в течение 8 месяцев не начинать? Нет, у вас плохой период идет, лучше не начинать, да, вам опасно очень. То, что вы будете получать, вот сейчас то, что она злится, она отрабатывает вашу карму плохую, ваше предательство. Ну и с прошлой жизни тоже все это вместе там. Идет отработка сейчас кармы, она помогает ее отработать, она вас мучает для того, чтобы вы стали лучше. Помогает вам. Есть такая классная притча на эту тему. Вот. Один царь, он пришел в священник, очень возвышенный святой, он прошел всю стражу незаметно, кто его не смог остановить. Он говорит, дай мне, пожалуйста, милостыню, царю. Царь на троне сидит. Вот, ты, говорит, вообще как сюда попал? Он говорит, а я могу проходить, меня никто не заметит. Я решил тебя попросить, дай мне милостыню. Он, да, да, говорит, вот так решил. Меня не спросил, хочу я это или нет, сам пришел. Ну, ладно, говорит, своим подчиненным, говорит, принесите ему коровий навоз. Принесли ему навоз, он говорит, вот я все, что тебе могу дать. Он взял навоз, говорит, спасибо тебе. Он говорит, ну ты, говорит, хотел кушать, вот ешь его. Ну, этот священник начал есть навоз, поел его, поблагодарился, и я пошел. На следующую ночь сарь спать ложится, и только заснул, перед ним правитель Ада стоит, и куча навоза перед ним лежит. Вот, ты, говорит, заставил святого есть навоз, вот у тебя благочестие вот в столько раз меньше, чем у него, вот сейчас вот будешь столько вот жрать навоза. И он начал его есть, вот, и так каждую ночь, там понемножку уменьшалось. И он, короче, потом спросил правителя Ада, а как мне вообще поменьше, что было, что мне делать? Он говорит, а ты иди переоденься, говорит, в простого человека, и разговаривай с своим подданными там, в своем городе, и ругай себя. Если, ну, как бы, они начнут ругать тебя, они будут съедать часть твоего навоза. Ну, начал ходить, ходил, ходил, короче, навоз уменьшался, ему, как бы, понравилось, что надо жрать меньше навоза, там подданные его хаяли, там, он узнал заодно все свои грехи, что он и так там с ними делал. Вот, учеба у царя была такая интересная. И потом он в один храм пришел к одному священнику и начал ругать царя. Тот священник говорит, можно я сейчас помолюсь, отойду, и потом вам отвечу на ваши вопросы. Ну, он отошел, помолился, и потом приходит, говорит, слушай, царь, ты можешь сам доесть свой навоз? Я точно не буду его есть. Вот. Ну, то есть, ваша супруга сейчас ваш, ваш навоз кушает, она вас ругает, и ваш навоз кучу вашу съедает. Это же нормально. Вам легче. Или вас не устраивает, вы хотите сами ее съесть. Все нормально, ну, все нормально, нет. Я просто хотел бы узнать, что вы че, че. Ну, че, куча есть, вот она ее ест, то есть, вы хотите сами, если то, она не хочет, чтобы ты сами, она хочет за вас, за вас есть всю вашу кучу. Но я понимаю, что она сейчас полностью зарабатывает, вот, ну, просто... Она ничего не зарабатывает, она просто вашу кучу съедает, и все. Она ничего не зарабатывает, она ваш грех отрабатывает своей злобой. Да, пускай кушает. Я тоже сначала, у меня в тринадцатом году, до этого, до тринадцатого года, 25 лет читал лекции, вообще никто меня не замечал, все нормально. Потом стала популярность расти, расти, и в какой-то момент на меня начали гнать просто, вот, просто компанию целую организовали, и против меня, и пошли, и пошли. До сих пор эти, с тринадцатого года там интернет висят, какие-то. Я сначала так переживал, мне один возвышенный человек сказал, да кони твои грехи, и я говорю, че ты паришь-то? А я думаю, блин, я не хочу, чтоб они это делали. Потом, знаете, я так помолился, и прямо Господь мне дал знания, открыл вот это знание, так ему благодарен. Я вообще сейчас не реагирую, вот там критикуют, кто-то что-то говорит, я нормально думаю. Ну, значит, мне надо очищать сердце, вот люди чистят мое сердце. Пусть чистят. Я благодарен им, что они вот мне что-то говорят, там, я искренне хочу людям помогать, делать добрые дела, но, как бы, и грехи все равно, когда человек что-то делает, там, что-то не так может быть. И есть люди, которые критикуют, и это хорошо. Вот так бы у меня грехи копились, вот так они их очищают. Испражнения в моем сердце съедают, все, кушают. И я вот нормально сейчас, мне нравится. Я, потому что сначала, как я чувствовал, в сердце что-то происходит, а когда я понял, что это очищение происходит, что они кушают мои испражнения, я отдал возможность им кушать. Вот прям, так, это тяжело, конечно, когда тебя кушают изнутри, но когда ты понимаешь, что это жрут вот эти испражнения твои, то потом отпускают и легко становятся. Надо пройти этот путь просто. Спасибо. Ну, тогда что-нибудь покритикуйте меня, скажи, что мне было. У меня нет ничего, что вам сказать потом. Видите, вы не хотите кушать моё говно. Вам потом куча куча большая будет, да. Не знаю, кто его знает. Ну, в любом случае, надо к этому путь пройти, надо принять, принять, дать людям возможность тебе этого всего. И пускай, как бы, если им нечем заниматься в жизни, то пусть занимаются этим. Каждый человек свою работу выбирает. Есть вот люди ездят, это санизаторы всякие, как это детский анекдот. Поэтому, алоэ, это булочное, нет, сливочное. Там, где сливки делают? Нет, там, где говно сливают. Вот они там обрабатывают чужое хозяйство. Кто-то там наделал, а они с этим занимаются. У каждого своя работа. Всё нормально. Поэтому, дайте возможность ей свою работу делать. Чё вы, как бы, пускай она чистит ваше сердце. Всё нормально. Возвысьтесь, выше этого станет. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что, таким образом, вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Ваши вопросы. Здравствуйте, Леонид Ильич. Я полковник с города Суни. Благодарю вас за те знания, которые вы даёте. Для обыкновения, доставления, чтобы жить правильно. Меня разваливается семья. Вместе с ним уже 11 лет. На свой день. Мы стал купили, что уже стал безможен быть вместе. Мы уже какие-то отношения. Мы изначально не сказывали, если у нас неправильно. И тот муж ушёл. То есть переехал, жить в день на сад. Ну, вы себя не очень ведёте, да? Вы капризничаете с ним рядом. У вас очень сильное статическое напряжение. Это такой период плохой наступил. Энергии воды в организме не хватает. Она отвечает за спокойствие. У вас нет спокойствия. Вот мы сегодня в проруби посидели. У меня спокойствие железное внутри. Чувствуете? Да? Это энергия воды так действует. А у вас нет спокойствия. И муж вас стал раздражать. Последние где-то 7-8 месяцев. Такой период истощения по энергии воды пошёл. И муж стал сильно раздражать. Каждое слово. Что не так, это не так, всё не так. Он устал просто. Уехал, не выдержал нагрузки очень. Очень тяжело. Вам надо методичку мою почитать. По здоровому образу жизни. На сайте teresnov.ru Раздели материалы. Есть методичка по ЗОЖ. Вот почитайте. Там всё написано, как надо в воде сидеть 28 градусов 70 минут. Или плавать в бассейне хотя бы раз в неделю. Потом статические упражнения делать. Убирать вот эту энергию напряжения. Сначала бассейн даёт энергию воды, впитывает человека. А потом, когда человек не двигается, он сначала заходит в организм энергию воды. А потом человек её усваивает с помощью неподвижного положения тела. На третий психическом слой блок означает сильный спад энергии воды. Выемка такая. И поэтому, если вы будете стоять возле стеночки, допустим, 13 минут, один слой очищается. После 26 минут третий слой, когда пойдёт, будет очень тяжело стоять. Голова закружится. Можно присесть на 20 секунд, а потом опять встать. И вот так постепенно блоки эти пробивать, работать над собой. Я не вижу, не вижу вообще, что муж от вас ушёл. Вот вообще не вижу. Ну вот он, получается, сдавал, когда уже он ушёл и ещё уволился с работы. Ну ему тяжело сейчас, да, но он вас не бросил. Да, он не говорит, что я ушёл, вы моя семья. Он не бросил вас, не бросил, он вернётся к вам. Он не может просто терпеть ваше напряжение. Вы его долбите, как бы, ему так тяжело. У него сейчас тоже плохой период. У него только динамическое напряжение, ему надо длительную ходьбу ходить, чтобы восстанавливаться. Вам надо неподвижное положение тела. Не трогайте его. А кто? А он сам хочет работать на себя. Он хочет своё дело, да. Ну правильно, молодец, у него получится. Вот, а я, получается, переживаю за это, я не вижу, наверное, эту уверенность. У него нету своего дела. У него есть заработок, но ты нестабильный, как бы, серьёзного дела нет. Судя того, что он уже сегодня работает официально, я в декрете. Вот, вот, семья сниться, мы получаем, получаем пособие обладательности. И он говорит, что этого пособия нам хватит, для того, чтобы жить и будет искать своё дело. То есть, у него тоже будет, чтобы я не работала. У него некогда вещей, как бы, не усваивается в голове. Как у любой женщины не усвоится. У неё сейчас плохой период идёт. Он ещё продлится 7 месяцев. У него динамический блок, ему очень трудно заставить себя что-то делать. Такой период у человека идёт. Ему надо 4 часа ходьбы раз в 6 дней делать, чтобы пробить этот, пробивать этот блок. Тогда он зашевелится как-то. Через 7 месяцев он сможет начать двигаться в сторону своего дела. И у него потом получится всё. Вы поняли, что сейчас надо выключить свой вот этот бунт против мужа. Вы как бы не понимаете, что ему тяжело. И права качаете, требуете от него то, что он сейчас не может делать. Сейчас не может работать человек. Что, умереть? Он не курит сейчас? Вот именно что. Вот ещё проблема в том, что у меня всегда задержало, что он очень много курит. А это вот как раз этот блок. Это более много. Это как раз блок этот на пятом слое динамического напряжения приводит человека к курению. Видите, он уже курил. То есть блок был уже. А сейчас ещё плохой период идёт. Он ещё усиливается. Этому он и курит, и умирает там. У него сон нарушен, когда блок на пятом слое динамический, сон становится поверхностным. Человек не высыпается. Понимаете? Не восстанавливается. Ну то есть у него неправильный образ жизни. Он его гробит сейчас. У него страдает нервная система, слабость постоянно внутри. Как мне понравилось? Что мне делать? По-доброму. По-доброму. Через доброту. Знание в сердце человека близкого через доброту приходит. Сначала надо принять судьбу, принять человека. Вот нужно не к нему сейчас обращаться, а к Богу. Надо учиться жить правильно. Нужно методичку почитать и начать здоровый образ жизни вам сначала соблюдать. Потом, когда у вас энергия пойдёт двигаться в организм, вы успокоитесь. Можно его приучать к этому, рассказывать ему об этом по-доброму. Если по-доброму к человеку обращаться, он будет слушать. Он очень разумный человек у вас. Ну, он просто не знает, как правильно жить. У него нет знаний. Если вы будете по-доброму действовать, то знание придёт к нему. У вас хороший муж. Вот. Надо принять его. Когда вы видите, вас трясти начинает вот так лопать. Надо принять человека. Ну, пока месяца два не надо, потому что вы опять будете ругаться. У вас в обоих такой тяжёлый период и у вас не хватает сил просто. Вам надо заняться своим психическим здоровьем. Учиться правильно жить. Учиться правильно жить. Аккуратно, по-доброму общайтесь с ним, сдерживайте его. Всё равно, когда дело открывает, человеку нужны какие-то вложения. Но сейчас этого делать не надо. Вы скажите, вот брось курить, восстановись, чтобы было видно, что ты имеешь силы. И потом можно уже будет что-то делать там. Просто вы должны понять, что если вы сейчас будете капризничать, вы потеряете мужа. И это будет ваша вина, и Бог вас накажет одиночеством долгим за это. Понятно? Вот он нормальный человек, вы просто не понимаете, что у него идёт плохой период. Вы на принцип встали. То есть жестокая судьба действует, мы вчера говорили. У человека есть три варианта. Доброта — первый вариант. Второй — на принцип вставать или правда. И третий вариант — ненависть. Она на уровень правды вышла и разрушает семью сейчас. А надо в доброте находиться, в сознании Бога находиться. Для того, чтобы её не разрушать. То есть нужно молиться, концентрироваться на Боге и входить в состояние доброты. Доброта приведёт вас к победе над проблемами. Вы должны понять сейчас, он не грешит сейчас, ваш муж. Вы грешите. Вы его терпеть не хотите, а он не может просто выдержать нагрузку от ваших претензий. Как вы тогда относитесь к тому, что сколько льётся оскорблений в ваших снах? Ну, оскорбления-то идут из-за чего? Из-за того, что вы его раздражаете, нервируете. Начинайте свою песню. Он же сам вас не трогает. Вы первая начинаете всегда. Не трогайте его, оставьте его в покое. Вы вчера на лекции были? Да. Слышали вот это вот? Родился, побыл плохим, умер. География мужчины. Ну, вот это ваш случай. Спасибо. Ну, хорошо, будете опризничать, потеряете мужа. За это будете отвечать. Одиночеством длительным. Спасибо. И приехали вы ко мне, чтобы услышать вот эту фразу. Больше всё остальное приложится к этим словам. Мужчина сзади. Ну, двоечка. Садитесь. Ну, проблема же не в том, что вам надо даму без детей. Это не самая главная проблема. Самая главная проблема, что вы очень глубоко видите женские недостатки. Их вычисляете у женщины при самой первой встрече, второй. И потом её быстро отшиваете. И так будет всегда. То есть вы останетесь один, если вы не поймёте одну простую истину, что недостатки есть у всех людей на Земле. И все женщины в целом примерно одинаковые. Поэтому нужно у женщины просто выбрать себе какие-то моменты главные. Первое, чтобы она чувствовала с вами себя, что вы её привлекательны. То есть, чтобы она чувствовала, что вы ей нравитесь. Это первое. Второе. Её характер в целом вы можете как-то выдержать. Некоторые женщины как вулкан. У них очень тяжёлый характер. Ну, они все как вулкан, но иногда вулкан бывает не такой горячий для тебя лично. Да, я, допустим, в Израиль приезжаю, мне там солнце нравится. В Индию приезжают, там мне тяжело. То же самое солнце, та же самая примерно широта, но в Индии солнце не подходит. Или в Эмиратах мне солнце не подходит. А в Израиле подходит. Мне там хорошо, вот я там отдыхаю. Так и женщины тоже. Они все мозг выносят. Ну, вот одна выносит, и ты как бы не сильно напрягаешься, а другая выносит, сильно напрягаешься. Поэтому надо выбрать ту, которая будет выносить мозг, но напряжения сильного не будет. Вот это второе, что надо сделать. Третье. Очень важно, чтобы были общие интересы. Например, она тоже лекции слушает мои, допустим, так же, как вы. Вы вместе в одну сторону идете в жизнь. Вот. Вот это тоже важно. Потом очень важно понять, как у каждой женщины есть, как у мужчины вредные привычки, а у женщины есть ну, какие-то желания особенные, которые являются ее таким изюминкой, так сказать. Ну, то есть у одной надо побыть одной какое-то время, чтобы он давал ей возможность, чтобы никто ее не трогал. Поднимите руку женщины, вот у кого так, вот такая ситуация. Хорошо. Вот. Тут другой, допустим, ей надо куда-то обязательно съездить, отдохнуть куда-то, в отпуск какой-нибудь. И она без этого жить не может. Поднимите руку кого-то. Так. Хорошо. Вот. Следующее. Периодически нужны дорогие украшения, иначе с ума до нас ходит, не может без них жить. Поднимите руку кого-то. Так. Хорошо. Следующее. Нужно, чтобы была дома собачка или кошка, иначе она умирает без этого, без живого. Вот. Такие вот есть у нас дамы. Следующий вариант. Это... Люблю поболтать с подружкой долго, и чтобы мне не мешали поднимать руку. Вот. Такие есть тоже. Теперь у меня вопрос к вам, женщине. А вы можете это отменить? Отменить. Да? Кто может... Чего вы можете отменить, скажите? Вот это все, могу с подругой, отдых. Слушай, чтобы вы перечислили. Вы можете без этого жить. Можно. Никогда не поверю. Никогда не поверю. Уже 40 плюс. Нормально. Никогда не поверю. Ни разу не видел такой женщины, которая бы могла отменить. Она может на время отменить, а потом опять ее крышу сносит. Ну, то есть, женщина не может отменять свои желания. Вот у женщины, если есть желание, она его отменять не может. Она с ума сходит, но ей надо, чтобы желание ее выполнили. Мужчина забывает про свои желания постепенно. Если он передавит себя, то он постепенно отвыкает от этого желания. А женщина не может забыть. Она ее просто сжигает желание. Горит внутри это желание. Вот поэтому надо узнать, что у нее за желание. Как бы вы потянете или нет. Если она там каждые 5 минут будет ездить в Швейцарию, или 50 собак заведет себе. Ну, то есть, как бы посмотреть, что за желание и понять. Потому что вы их не отмените, эти желания. Ну, и чувство такое должно быть, что близкий человек. Потому что это называется совместимость по Луне. Бывают люди, живут как чужие. Это значит, несовместимые. Тогда тоже проблема большая. Такое ощущение, что чужие, как чужие живем. Вот. Поэтому вот эти все факторы учись. Но вы видите, вы реагируете на что? Просто на то, что она женщина. Что у нее есть капризы, характер. Женщина характер сильнее, чем мужчина. Если она начинает общаться, она начинает сразу выставлять свои правила, какие-то требования. Женщина так очень хороший человек. Женщина очень хорошая. Но когда начинаются близкие отношения, она сразу такая... Потому что он должен выполнять ее желание, чтобы она была счастливой. И она сразу становится плохим человеком. То есть она на нее смотрится... Такая... Сразу ей надо, чтобы он все делал, как она хочет. Чтобы она была счастлива с ним. Она хочет. И сразу начинаются проблемы. Мужчина хочет, чтобы она ему подчинялась. Он тоже так-то хороший все мужчина. А как только женщина начинает встречаться, сразу с плохим. Но не сразу, через какое-то время. Сзывается плохим. И это у всех, и везде, и всегда. Вы это чувствуете сильно. Вам не нравится. Вам очень нравится Ваше гордое, спокойное, такое приятное одиночество. Вам очень приятно с собой быть. Вы себя очень... Переносите хорошо. И поэтому думаю, блин, нафиг мне это надо. У меня нормальная жизнь. Чего я буду париться теперь с этой девушкой. Но человек развивается в отношениях. Вы развиваться не хотите. Вы не понимаете, что мужчина развивается, когда он как елочка. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Теперь она нарядная. На праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. Сначала на елочку одна игрушечка вешается. Это жена. Потом дальше тут же сразу теща еще вешается. Потому что жена к теще привязана всегда к маме. Потом из нее вылазят другие игрушечки. И они тоже на елочку все вешаются. И он такой. И елочка так устроен Бог. Чем больше мужчина игрушечек, тем он крепче становится. Он серьезнее, крепче развивается. Мужчина от игрушечек развивается. Женщина счастье испытывает, когда у нее много детей. А мужчина развивается, он терпит нагрузку. А вы не развивайтесь, потому что у вас нет игрушечек. Вы елочка без игрушечек. А елочке нужны игрушечки. Ну давайте, давайте. Я травмировала ступню, и для нее уже полтора года загадка, как ее увеличить. Что? Там, понимаете, у вас на третьем психическом слое два блока статическое и динамическое напряжение. И травма тоже пришлась на третий психический слой. И она пришлась на эти блоки. Поэтому она не восстанавливается. Так бы она сама восстановилась. Это надо методичку читать, в воде сидеть, статику делать, динамику делать на три слоя, как минимум. Я не буду сейчас все это рассказывать. Это очень долго. Дядечку читайте, все делайте. И хотел бы уточнить такой момент. Если хотите, можете, у меня и Женя есть помощник. Он бесплатно может с вами поговорить и рассказать вам, как на три слоя статику и динамику проводить. Ну то есть это можно со мной все-таки восстановить, да, получается? Нужно даже. Каждый у человека все само восстанавливается. Вот в чем заключается проблема у врачей современных, они не знают, что организм у любого человека восстанавливается всегда сам. Всегда. Только есть одна проблема. Чем старше человек становится, тем больше надо прилагать усилий, чтобы вкачивать энергии в него, в организм, для его нормального функционирования. Ну то есть если человек эти энергии не вкачивает, а это называется аскеза, то есть сидеть в воде, длительное движение, подвижное положение тела, пост, все это надо делать. Если человек это не делает, то у него блоки вот эти вот в психическом тенеле, они снабжают энергией недостаточно какой-то орган. Этот орган сначала становится слабым, допустим, желудок становится слабым. Если он стал слабым, там жареное съел, язва появилась. Не потому, что язва появилась, что ты плохо питаешься. Люди многие жареное едят, у них язв нет. А просто желудок ослаб, и надо блоки прочищать. Конечно, лучше желудок не травмировать пищей, но блоки – это основа. Блоки прочистил, желудок восстановился также. Это второй слой психически. А третий – это кости вот эти вот, вернее, суставы мелкие, то, что у вас там воспалены суставы, моногены. Это третий слой психически. И сколько давления я смогу восстановить? Вот если вы все это делаете 8 месяцев, все эти практики, то через 8 месяцев блоки прочищаются, и ступня начинает восстанавливаться. Но она может даже через 4 месяца начнет восстановить, только начнет. Если выходить не сможешь, значит, на элипсоиде можно ходить. Там ступня не двигается, у нас стоит. Вы идете при этом. И в таком моменте по благо брата скажите, я могу как-то его помочь сейчас? Мое хорошее, давайте будем консультацию делать, развернутую. Мы одну тему решили с вами, все. Хорошо, спасибо. Много людей же есть. Ну вот вы женщины бываете, на втором либе. Видите, Миша, как заботится о вас. Это он на свои деньги покупает вам эти мандарины все. Кири. Бананы. Не только я. Да? Еще мужчины складывают. Складываются ли. Мужчины похлопайте. Мужчины по шкорник каждый раз после лекции. Я замужем почти в 8 лет и сначала муж у меня с определенными вредными привычками, с которыми я сначала не хотела милиться, потом стала уживаться. Ну как все мужчины, вредные привычки у мужчины, у женщины блоки идут депрессию, плохой характер. Если женщине плохо, значит мужчина будет страдать. Она ему выносит мозг, если ей плохо. А мужчине не мозг некому выносить, он выпивает или курит. У него такой вот вариант. Больше нет, нечего делать. Да, он это делал до меня, еще там, без меня. Нет, вы не виноваты однозначно. Да, да, да. Женщина не может быть виновата, она всегда хорошая. как это, как слово. И, в общем, я сильно много боролась и в 20-м году моя борьба привела меня на операционный стол. Я не поняла, что это она меня привела и не продолжила свой пресс как бы нести этой борьбы. А зачем бороться? Не надо бороться, надо правильно жить. Да, да. Поэтому на сегодняшний день я веду здоровый образ жизни и с декабря месяца, когда моему здоровью уже очень тяжело стало, я стала смотреть ваши лекции, читать моритмы каждый день. И бросила мужа, да? Нет. А мужу жестко сказала, я с тобой так и дальше так не смогу. Вот. Он меня услышал. То есть я сказала, я тебя не бросаю, я с тобой, я за тебя, но так... Я не угрожаю, но и не шучу, да? Да. Вот. Новый вопрос у меня связанный с моим здоровьем, потому что на сегодняшний день картина не очень хорошая. Чего какая проблема? Есть доброкачественные изменения и есть еще кистапа, непонятно какая. По-женски? Да, да, да. Груди. И грудь, и личники. Ну, это четвертый слой. Там у вас динамический блок плюс негативный тонус. Это надо сначала статику делать на четыре слоя, как минимум. Потом надо три часа двадцать минут ходьбы раз в пять дней и двосуточный пост на воде или на зелени хотя бы. И это надо делать в течение семи-восьми месяцев, иначе блок не пробьется. Как только он пробьется, все начнется лечиться сразу, восстанавливаться. Спасибо большое. А если вы не будете этого делать, то через два с половиной года начинается в груди, в левой опасность злокачественную. Это в методичке вашей, правильно? То, что я сказал, как бы, вы не найдете методички, это индивидуальная для вас информация, а вот как лечиться, надо найти в методичке, да. А с мужем как лечить? Бритвой по горлу чики в колодице. Почему только мне такой совет? Всем молитесь. Не совет, это я шутка. Ну, как вы, я сказал, как с мужем быть? Когда они так говорят, я сразу, как бы, я понимаю, о чем речь, тайный смысл, как бы. Вот. Шучу с вами просто я. А что мне не поставили никто мандаринов, ничего? Или шутить, или кидаться мандаринов. У меня два варианта всего. Я иногда не могу ничего сказать, тогда я бросаю мандарин. Вероника вот у нас сидит в проруби со мной, бегает. Приехала из Москвы, соскучилась. Вместе со своим. Только надо попробовать. Нет, нет, не трудно, да? Нет. Все, у меня-то с прошлого раза еще синие остались. Нет, все хорошо. Ловите мандарин. Двумя руками. Спасибо. Что с ним делать? Да он нормальный у вас мужчина. Нормальный. Он спокойный такой, добрый. Напряженный, как все мужчины. Очень много работает, устает. Надо вам сначала начать здоровый образ жизни. Там как действует система. Сначала женщина вдохновляется, потом она мужа вдохновляет. Бог женщину вдохновляет. Видите, женщины одни на лекции почти. Сначала женщины вдохновляются, потом мужчины через них начинают вдохновляться. Такая система. Начинайте жить правильно, а потом мужу своему прививайте. Сегодня на прогулку приходили? Нет. А кто приходил, поднимите руку. Видите, они все сияющие. Все светлые люди. А кто в прорубь залез? Видите, какие молодцы. Девчонки даже залезли. Сколько девчонок купалось в проруби? Четверть, да? В Москве девчонок больше даже купается, чем мальчишек. Завтра такая. Ну, классно. Спокойно, когда после проруби она луналикая, спокойная такая. Мост не выносит. Надо спросить, если мужчина познакомился, лекции слушает, у снов, да. Проруби купаешься? Купаюсь. Все. Надо сразу соглашаться. Потому что она спокойная сразу выносит. Женщины самая проблема это чувствительность. То не нравится, это не нравится. То не так, это не так. И мужчине очень тяжело из-за этого. С ума сходит. А если она в ледной воде сидит, чувствительность нормальная, становится спокойная, она становится. Все нормально, все хорошо. Проблем нет. Классно мужчине? Мы с вами продолжаем изучать тему конфликты. Что-то у меня на сайте там неправильно делают. Уже реклама слетела с расписанием. А есть у вас Саш, есть план лекций? У кого-то есть план лекций? КОЛОЧИТ!